Добрый вечер! В эфире очередной выпуск информационной программы событий в студии Татьяны Нефёдова. Смотрите сегодня. Информационные группы предоставляют информацию и помогают решать проблемы. Лесной десант, который год на том же месте. К пятне и мой лес. Научно-практический и творческий взгляд подрастающего поколения. Теперь на эти темы более подробно. На минувшей неделе семь информационно-пропагандистских групп провели встречи с населением и трудовыми коллективами города и района. Информационная группа номер один работала в Озерчинском сельском совете. Ее возглавил первый заместитель председателя райисполкома Николай Колесников. На территории Озерчинского сельского совета расположено четыре населенных пункта. В них проживают 4700 человек. На прием к районному руководству записались порядка десяти жителей совета. В своих просьбах сельчане были единогласны. Привело их на прием желание благ цивилизации. Анна Викторовна Склема и Зинаида Григорьевна Кукса от себя и от имени своих соседей пришли на прием по вопросу газификации их домов. Николай Колесников предложил им рассмотреть как вариант создания кооператива. Как оказалось, эта форма жителям хорошо знакома. Таким образом, они проводили водопровод. Получилось, что первое обращение стало стартом в их деле. Присутствовавший на приеме директор межрегаза Иван Кругляков обозначил схему действий и совместно с просителями назначили даты. Следующая просьба также касалась газа. Но, как оказалось, хозяин дома, давно желавший его провести, несколько раз упускал удобный момент, надеясь решить вопрос менее затратно. Они когда собирались, никто не хотел вступать в кооператив. Все хотели, что думали так, государство приедет и проложит им трубу. Люди начали сами ходить в господинку газа. Да, без кооператива. Один, например, получил все разрешения, провел к своему дому. Потом другой человек, который в 28-м доме живет, он в том году приходил к ним, приходил к райисполком, к вам, и тоже получил все документы, и он через один дом провел газ себе. И вы хотите, чтобы вам сразу уже провели государство? Я хочу, чтобы уже до конца улицы довели. Так вы же не хотели кооперативно? Им надо взять разрешение от председателя кооператива, соответственно, на вас заявление, решение исполкома. Мы даем справку технических возможностей администрации, заказывать ПСД и решать. Почему 28-й номер пошел по... Ну, почему? По львотному... Никакого львотного никакого, я вам заверяю. Ну, разве что. В Речицком управлении. То есть, касаясь Сиренобыля, два района, Лоевский и Речицкий район. Ни один человек без разрешения, без выплаты кооперативу не подключился. Были и случаи, когда посетители начинали решать проблему, перешагнув инстанции. Считайте, это рабочая совхоза, я рабочая совхоза. Неужели я не могу заплатить там 200 тысяч, привезите мне на коровущину? Да, 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 пенсионер, работающий раньше в хозяйстве. Тут вопросов нет. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся вывоза мусора, выпаса животных и утепления домов. А я один лучший человек. Нередко в апреле-май на рынках можно встретить свежую черемшу. Для продажи она заготавливается по-варварски, и это при том, что растение является редким и занесено в Красную книгу. Еще один аргумент против заготовки черемши – штраф до 10 базовых величин. И еще об одном деянии, достойном материального наказания. За 20 дней этого месяца пожарные выезжали более 50 раз на ликвидацию последствий выжигания сухой травы и сжигания мусора. Штраф за это нарушение до 50 базовых величин. Ежегодно воспитанники эколого-биологического кружка Центра внешкольной работы вместе со школьниками принимают участие в акции «Чистый лес». В нынешнем году ребята вновь убирали в лесном массиве, который прилегает к Новореческому микрорайону. Это уже шестая весна по счету, когда реческие мальчишки и девчонки убирают лесной массив, что находится в районе бывшей воинской части. Организаторы мероприятия «Реческое лесничество» и эколого-биологический кружок Центра внешкольной работы считают, что дети, которые задействованы на уборке, никогда не станут мусорицами. Неоднократно работники лесхоза обращались ко взрослому населению Новореческого микрорайона с просьбой выйти на уборку леса. Но никто из них в акции участие не принял, ссылаясь на занятость. Взрослые, к сожалению, на наши призывы откликаются очень неохотно. Все заняты, все на работах и прочее. Даже организации, которые решением райисполкома закреплены за лесными массивами для того, чтобы просто нам оказывать техническую помощь, поскольку у нас практически кроме этого трактора, который здесь участвует, больше нечем мусор убирать. А бывают такие свалки несанкционированные, где дети и взрослые не справятся вручную. Так некоторые предприятия отказываются выполнять даже это решение, аргументируя отсутствием топлива и прочее. А пока наши дети убирают мусор за взрослыми. Пластиковые бутылки и стаканчики, упаковки из-под продуктов, битые бутылки. Впечатления у меня плохие, потому что нам очень пришлось много убирать разбитых бутылок, бумажек разных. Осколков. Хотелось бы пожелать взрослым, чтобы они не загрязняли лес, потому что лес это легкие наши планеты, нельзя, чтобы они были грязными. Очень некультурные люди здесь отдыхали. После того, как мы это убрали, стало все красивее и аккуратнее. Когда мы сюда пришли, тут был ужас вообще. Мы понимаем, что тут такая зона, тут много людей ходит. После того, как мы поубирали, тут стало аккуратнее намного. Хочется всех предупредить, что все не мусорили. Наша обстановка была очень крайне загрязненная, больше, чем даже в прошлом году. Чем больше убираешь, тем больше люди гадят, можно так сказать. Они загрязняют нашу окружающую среду. Нам же здесь жить, нам детям, нашим детям, правнукам и так далее. Ну, я же не мог остаться в стороне от этой акции. Помогаем убирать природу. Своё отношение к прелестям и проблемам леса ребята отразили в творческих и научно-практических работах. С 1 февраля по 1 апреля проходил районный этап областного конкурса «Квитнеемый лес». Конкурс проводился по четырем номинациям. «Лучший лесной проект», «Лучшие рассказы и стихотворения», «Рисунок, аппликация, поделка», «Лесной театр». Всего участия в конкурсе приняли более 220 ребят. Каждый год, поэтому вот ребята как-то совершенствуются. И у нас сейчас есть многие ребята, которые уже несколько раз побеждали в этих конкурсах. И с каждым разом всё лучше и лучше. Самой массовой оказалась номинация «Лучший рисунок, аппликация, поделка», 130 работ. Жюри отметил очень серьёзный подход к делу авторов работ номинации «Лучший лесной проект». Было представлено 28 докладов. Победители номинации Егор Коцур и Павел Веретейников при содействии специалиста Василевичского лесхоза провели эко-мониторинг лесных ландшафтов. Их доклад будет представлять Речицкий район на следующем этапе республиканского конкурса. В последнее время начало сильно возрастать влияние человека на живую природу. Я живу, можно сказать, в сельской местности, в небольшом городке, и недалеко от моего дома расположен лесной массив. В последнее время я начал замечать сильные изменения, которые протекают в нём под воздействием человека. И меня волнуют эти изменения, и я исследовал влияние антропогенных факторов на данный лесной массив. Как Вы считаете, что Ваше поколение сможет сделать для земли, для природы, для леса? Во-первых, сократить, поменьшить загрязнение окружающей среды леса. Потом правильно вести себя в лесу, не выкидать мусор, потому что из-за этого очень много экологических проблем получается. Наиболее эмоционально и красочно свои взгляды на окружающий мир ребята представили в творческих работах. Села, вспомнила всё самое лучшее о лесе, серифмовала, и получился стишок. И что это за стишок получается, расскажем вам, пожалуйста. Наш лес, наше богатство. Наш лес, наша гордость и наше богатство. Красив он и чист, как небесная гладь. Дубы и осинки, клёны, берёзы, сосны и ели не сосчитать. Вот медвежата в прятки играют на светлой полянке, покрытой росой. Сонные зайки сладко зевают, будто бы сон прогоняя ночной. Ёлочка, мягко расправив иголки, солнце махнуло пушистой рукой. Два оленёнка под старой сосною, день обсуждают пришедшую сестру. Верю, что лес никогда не оставит мир и величие красоты. Счастья желаю и процветания. Лес – это гордость нашей страны. На сегодня это всё. Следующий выпуск программы «События» смотрите завтра. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Прогноз погоды ближайшие двое суток ожидается. 21 апреля – малооблачный, без осадков. Весарь северный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днём – плюс 6-11. 22 апреля – перемена облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 1-6, днём – плюс 9-14. Субтитры подогнал «Симон»!